У вас профессиональные замечания? Да, можно сказать, профессиональные замечания. То есть сделано всё вроде бы прикольно, и вроде бы мы все прикалываемся весело, да, тут идиоты русские. Стреляют куда ни попадя, а в принципе расстреливали-то наши колонны. Расстреливали наши колонны и наши генералы ехали позади воинской колонны, которую смешно было назвать под Иловайском воинской колонной, потому что шли маршрутки и шли богданы, шли на танки. И генерал в забронированном приватовском автобусе из этого командовал вперёд, вперёд, ребята, вперёд на прорыв. Их пуляли по-настоящему, пуляли по-настоящему ракетами, накрывали настоящими градами и расстреливали из настоящих танков. А генералы и некоторые командиры батальонов, в частности, об одном я могу сказать, но фамилии сейчас не назову, об этом мы скажем несколько позднее, лицо которого красуется на бигбордах, слинял, слинял сразу же оттуда, залёг в посадки, а потом бросил журналистов, бросил своего раненого водителя, и вместе с генералом тихонечко слиняли оттуда. Мы можем прикалываться, это, конечно, весело и иногда очень полезно для поднятия боевого духа. Но то, что у нас происходило, это страшно. Двериная серьёзность иногда не способствует нормальной, здоровой асморфере общества, согласитесь. Нет, ну, оно нужно, оно нужно, оно прикольно, но оно настолько на фоне скрывшихся обстоятельств ранит, ранит, по-настоящему ранит, потому что когда смотришь хроники, записанные журналистами, там, которых бросили, просто вот бросили, да, вот, раненого водилу бросили, генерал бросил, раненого водилу и слинял оттуда. Генерал, генерал, который умышленно отправлял вперёд маршрутки и Богдан. Фамилию так и не назовёшь. Хамчак. То, что я увидел, тот вывод, который я сделал из просмотра 4-5 часов записи с его личными переговорами.